всем привет дорогие друзья меня зовут гудмен и мы продолжаем проходить пятую часть мост в другой или иной мир зазеркали на очереди у нас бонусная глава но перед началом ролика я хотел бы поблагодарить людей которые очень активно высказывают свою точку зрения касательно и конкретно этой игры и прочих проектов в этом жанре делится своими какими-то впечатлениями вообще в целом об играх жанре поиск предметах о головоломках об историях о каких-то вот нюансах в общем я думаю вы знаете о ком я говорю точнее люди эти прекрасно понимают я очень рад за то что вы занимаете такую активную позицию и в общем обращаюсь к другим людям у кого есть что сказать не стесняйтесь пишите высказывайте свое мнение свою точку зрения даже если она идет в разрез с моей это ничего страшного главное не молчите так как выбрать бонус экстра бонусная глава да кстати я вот пока не предполагаю о чем будет бонусная глава я думал что возможно будет какая-то история про бывших правителей про брата сестрой про белую королеву и красного короля но мне кажется что судя по картинке это не так так ну что отмечаем то что было обучение принудительно оставили не знаю зачем все-таки бонусная глава там по моему вообще обучение не нужно так я что-то не очень понимаю то есть мы играем за шляпника получается вы а вы this place doesn't look like chest land a great i broke in my leg it really hurts can you help такой здесь заблокировано кусочки пазла 334 локации будет всего лишь что у нас с этими объектами да есть кусочек пазла и где-то есть морфинг объект интересно за эту ачивку какую-то мы получим вроде бы мы все находили что можно было меня слушать это не то а где морфинг объект не понял что это за дела такие ух как они спрятали то неплохо так поехали знакомиться с окружениями розыски джек я не знаю кто такой джек джек и бабы тут нибудь типа этого лечение перелома ноги как смастерить костыль но опять же неправильно друзья какое лечение перелома ноги это никакое не лечение это оказание первой помощи при переломе ноги я не думаю что есть на косячили локализатор здесь скорее неправильно доносят до нас свою мысль сами разработчики нога так переломанной не лечится ни в коем случае так жилу желуди будем кормить этого приятеля видимо так надо лоскуты сделать все верно 5 этот розыск так это подпорка видит раз трости может ножиком так нет ни бинтами даже не знаю как это а что тут еще можно сделать ну во первых бинт потом накладывается в начале доски ощущение что что-то я пропустил здесь а надо насобирать чтобы была мягкая подушка ну давайте не хочет он да то есть между палкой и этим ты подушку хочешь вот досков доска точнее 2 нет пинтами пока зачем тогда подушка стоите сюда что ли нет что-то я не понимаю тогда ах вот орех не желудь последний но ясно для чего это все чем-то еще перевязать надо стойте у нас уже локации закончились так что-то не то что-то не то веревка есть может веревку какую вот взять блин ну вот тут на самом деле сложно понять что хочешь что хотел разработчик потому что смежные области были то есть вроде надо помощи это все как одна цельная локация для меня было сразу которые я птицы 1 а н м что не он Про сюжет ничего не скажу, потому что, по-моему, он уже немножко, как бы, странный. То есть, зачем, куда мы плыли, зачем мы плыли, что мы там делали, я это не совсем понял. Дневника какого-то нету, чтобы почитать мысли. Знать бы, где еще выход находится, я бы, может быть, и что-то понял, куда двигаться, а так даже не зная, куда выход мне. Все-таки, в принципе, ну, с другой стороны, это наиболее приближено к каким-то реальным условиям, чтобы понять, где находится выход. Отлично. Он просто мог быть в верхнем правом углу и в нижнем правом углу, как правило, но бывает иногда, и разработчики делают, и прям левый угол. Честно, опять ничего не понимаю, какой дом что-то горит, связь какая между этими событиями. Так, раз, два кусочка паззла, значит, и два морфинга будет вместе лежать. Честно скажу, друзья, откровенно, я не очень рассчитываю на какой-то отличный, отличный здесь бонус, потому что, как они завершили в таком вот быстром темпе, я бы сказал, не совсем хорошо основную главу, мне кажется, что времени на достойную бонус, но у них тем более не найдется. То есть это не берется, это не берется, пока не потушим, ничего не будет, да? Так, а что здесь? Может порезать что-то? Нет, веревка, метка. Ну, половина секатора, вторая мы видели, где находится. Да, но что с ведром-то делать? Тут же дырка, надо чем-то, каким-то типа этим смазать, я не знаю, там что-то может быть, кстати. Если вернуться назад. Тут-то мы все завершили, сцен поиска вроде бы не было. Вот это, кстати, единственное, что пока радует меня, что не было сцен поиска. Я пока не понимаю, что тут как достать. То есть тоже может потушить надо чем-то. Надо смола какая-то. Почему? Ага, надо секатор, скорее всего. Вот смолу бы где найти, может быть. Вот, слушайте, вот тут где-то смола должна быть. Опять же, если где-то есть какие-то смежные области, это, конечно, немножко портит все. Веревка не подходит. Зачем мне веревка? Тоже не понимаю. Тут надо либо что-то вставить. Блин, вообще непонятно. Да, друзья, вроде бы вот ситуация такая довольно стандартная. То есть я взял раскаленный... О, ага, может быть... Может быть нет. Упс. Я взял палочкой какой-то что-то. Опустить в воду, возможно, его. Потом здесь... Опять не здесь. А что с тобой делать? На ведра обычно? Ну, здесь точно что-то как-то смазать надо чем-то. Ну, давайте просто буду тыкать всюду. Я пока, честно, даже не понимаю, что тут где можно использовать. Блин, непонятно. Ну, взял я этот. Да, вот тут, конечно, мне уже надписи не хватает, чтобы я четко понимал, что вот конкретно здесь... Может открутить что-то как вариант? Нет. Да уж. Все на всем испробовал, друзья, и ничего не работает. Скаленый, может, надо сюда вернуться и что-то еще взять этой штукой? Да я не знаю тогда, что делать. Слушайте, друзья, это не смешно уже. На одной локации либо что-то с моей логикой случилось, я каких-то очевидных вещей просто не вижу. Здесь реально вроде бы все. Сломанное ведро. Веревка. Нож. Но. Вторая часть секатора находится здесь. Почему он взять не может, я не понимаю. То есть, перчатки какие-то тебе надо. Или что? Дернуть не можешь. Я вот это понять не могу. Вот эту штуку бы я взял бы, соединил бы со второй половиной секатора. Мне кажется... Ну, блин. Отрезали бы что-то здесь. Там, может быть, какая-нибудь смола бы нашлась. Вон, кисточка какая-то есть. То есть, вот это опять одна локация. Точнее, одна зона действия, активности или нет. Или не одна. Может, ему веревку дать? Ножика? Нет. Ничего не подходит, друзья, абсолютно. Наверх тоже лезть нельзя. Все, друзья, я не знаю, что делать. Реально. Я сейчас сам буду тыкаться, потому что смотреть вот на такое я, честно, вам не рекомендую. Друзья, в общем, применяя все на всем, в итоге, я не знаю, вроде бы я при вас же это все делал. Я использовал нож вот здесь, где я предполагал, что может быть смола, и он почему-то вот сейчас использовался. То есть, я вам говорил про вот эту вот зону разделения. Оказывается, здесь она была, но она какая-то, видимо, невидимая. Потому что здесь какая-то зона была, и здесь. И вроде бы я использовал нож, но, возможно, где-то выше тогда при вас не довел. В общем, сейчас надо, может, смазать что-то. А, теперь кисть берется. Хорошо, я пока буду молчать. Так, теперь, наверное, можно взять точно воду. Так, давайте польем. А мне казалось, что получится. Ну, мне тоже казалось. Может быть, давайте с дверей начнем. Так. Ага, мне кажется, туповатые будут. А что дальше? Ну, локация внутри, то хорошо. Так. Смотрим, что здесь. Лесенку мы соберем с вами. Так, есть кусочек пазла. Ищем морфинг объект. Давайте польем как-то огонь немножко это все дело. Так, есть еще кусочек, есть еще кусочек. Так, а морфинг объект я так и не взял, да? Вы знаете, вот я всю основную главу ругался на то, что... Ну, как ругался, точнее. Все, хвалился, что очень легко найти морфинг объект. Они явно выделяются. Вот здесь как-то мне вот вторую локацию довольно сложно найти текущий морфинг объект. Так, утюг. Вау, тут точно нужен секатор. А утюг куда мне деть? Утюг можно где-то, видимо, нагреть, а потом что-то, может быть, проявить как вариант. Может, ножик надо сюда. Утюг тяжелый. Еще что-то в теории можно разбить. Тут опять же... А, вот и, кстати, пятая штука. Лимоны можно не только добавлять в чай, но и с пользой применять в домашних делах. Сок лимона прекрасно справляется с ржавчиной. Чтобы быстро вырастить лимон, используйте зелье роста. Какой-то камень взял. Солнечные камни. Так, ступеньки. В общем, веревка. Вот зачем на веревка нужна была. Теперь куда-то залезть можно. Может быть, наверх? Так, что тут? Металлическая решетка. Тут что-то еще осталось. Не знаю что. Спасибо, что помогает мне. Я Джек Хартс, пренцем Вангерлэнда. Мой брат, Рой Рой Рождец, Бейберлэнда. С помощью его солдат, он руляет всех с страхом. Угу. Я единственный, кто может обраться против него. Но я нужна помощь. Видите, есть книжка в этой комнате, которая показывает место септера Азии. С этим я могу обради этого брата. help me take down this tyrant and all help you но обычная братская история о братской любви да секатор по при кстати может утюгом как вариант очистить не хот утюг слушать а что может утюгом здесь разбить не тоже не получается хорошо и что поменялось после твоих слов так это не черепаха было это какая-то статуэтка украшения цветочек я не видел здесь никаких мест где можно украшение использовать пока для меня это опять же загадка куда это использую а тут что-то еще было боже ты мой солнечные камни 2 из 6 может так отрезать проявиться что-то где-то может слушайте украшение цветочек может быть тут ну вроде бы ничего не было такого может быть здесь тоже нет а если вот эти штуки открутить ножиками как-то я про это сразу я думал надо что-нибудь знаете типа кислоты или что-нибудь такое полно вес полно весная чтобы туда зайти так есть один и ищем морфинг объект нет нет есть а еще один ух как вы в этот раз весьма странно к не вижу будем искать ок нужно 6 камней есть какой за доской есть какое-то углубление может быть сюда цветочек так что-то опустилась и первая сцена поиска это хорошо ну давайте посмотрим что это будет ну скорее всего сцена поиска а где мой нож делался я не понял вот сейчас возьми просто ножом отрежь зачем вы выкидывали нож ой ты боже ты мой что-то его друзья как-то кто-то мне все рекомендовал эту серию точнее да по-моему даже что эти не серию кто-то мне рекомендовал игры конкретно от этой студии что-то я как-то вот пока не могу этот кайф поймать нет эти сюда сходим так это что зелье роста так мы взяли лимон все это локация зачищена как-то может их надо вот что здесь опять непонятно что вы тут делать этот секатор вот не секатор нужен чтобы туда пролезть я понимаю что нам нужна сцена поиск но я не могу найти здесь морфинг объект что а вот он кстати я уже вижу все отлично так смотрим стрекоза ригами счет и давайте найдем наверно так чало вот эти вот предметы с которыми какие-то действия можно совершить то есть что-то я же взял здесь или не показалось ну ладно ищем дальше а я наверно вот именно одну из этих косточек взял все я понял еще на сколько швастом еще хватит уже все и стрекоза ищем стрекозу гребень орхидея скорее всего дам так корона ручка пешка но то банка лупа мел крандаша нету это перо пера нету это спица какая-то этот циркуль или заколка скорее вот и стрекоза нашлась пешка сразу нашлась ручка рядом вот и банка так мел беленький может это мел так и корона вот и корона ну в принципе такая относительно неплохая сына поиска там полного такого бреда уже нету если бы я мог направить луч от ближайшего к центру комнаты да ну вот самая забавная пустая банка слушать может какие-то камушки пойти собрать что ли ли смолу еще раз нет может камушки вот эти надо а кого-то типа выманить что ли кстати как вариант же можно смазать и тряпкой протереть о как целая слушайте это наука но если бы честно я не нашел бы сейчас банку я бы возможно такую вот цепочку бы не сделал потому что логично что кого-то поймать только в этой норке можно так пустая банка 5 из 6 солнечных камней по идее здесь можно сделать что-то сына поиска так мне не хватает солнечного камня где-то давайте смотреть где его пропустил так тут и не осталось активных зон вообще солнечные камни и петер тузов локация закрыта очень странно ну что на какой то локации просто ну все камни в принципе брались в под локациях то есть никакой локации быть не может секатор шарф вот явно не хватает солнечного камня тут нету под локаций банку как-то использовать нет о протер что-то и ничего не поменялось от этого забавно что друзья в очередной раз я уйду на паузу потому что что-то что-то как-то странно дорогие друзья в общем уже добрый вечер прошел много часов с момента моего последнего прохождения для вас наверное меня печальная новость для меня возможно хороший потому что я наконец-то с этой игрой отмучился и видимо мы просто не взлюбили друг друга сейчас я вам все покажу ой куда это я пошел в общем закончил я играть нажал на кнопку паузу на кнопку паузу записи начал в общем сам тыкаться проходил я здесь минут десять ничегошеньки не нашел решил как я это часто делаю отложить немножко на потом у меня благо еще вот немножко вечером время есть думал ну если что в крайнем случае как-то допройду но перед этим я посмотрел свое прохождение очень часто помогает какие-то вот детали замечать вы кто давно на канале знаете я частенько так делаю и у меня иногда получается какие-то вот сложные моменты пройти в общем вот здесь вот на этой под локации помните где воду набирал там оказывается находится шестой солнечный камень я его увидел в записи как я его не взял я не знаю друзья но в общем он под локация пропала когда я набрал ведро воды под локация пропала там остался шестой солнечный камень вы знаете вот это чувствовал я что разработчики спустя рукава вот сделали уже финал основной головы и бонус в принципе подтвердил мои опасения я полез на сайт big fish попытался найти похожие проблемы ни у кого такого не видел но блин странно неужели я такой один незадачливый у кого вот такая вот ситуация образовалась в бонусе чтобы обратно дойти до этого момента или перезапустить бонусную главу нет такой возможности надо проходить самого начала естественно друзья я этого делать не буду вы меня простите но на мой взгляд здесь нет никакой моей вины я вполне мог взять ее потом эту вот штукенцию они как говорится не сразу то есть это не мои проблемы это проблемы разработчика по сути дела что их программист в коде не дописал что если ну там идет уже конкретно программерский код что-нибудь со значением if кто в теме тот поймет поэтому в общем вот такая вот ситуация я не знаю что делать дальше точнее я знаю что делать дальше я прощаюсь слава богу с этой игрой и честно и у меня была мысль вот в ближайшее время поиграть в шестую часть но как-то вот бонус просто вот все желание убил вот во что-то играть с этой студии то есть я обязательно эту серию дойду до конца еще осталась шестая и седьмая часть восьмая находится в бета-версии но я определенно не буду ничего начинать вот проходить конкретно от этой студии в ближайшее время вот у меня такое временное табу пока я как-то не пересмотрю вот может быть шестая и седьмая часть как-то немножко мое мнение поменяют в положительную сторону в отношении for foreign games но на данный момент вот такая вот у меня какая-то случилась нелюбовь то есть все прекрасно начиналось но в итоге вот так печально все закончилось если у кого-то были похожие проблемы отпишитесь мне интересно может быть есть какое-то возможное решение я тогда сделаю какое-то продолжение в общем я не знаю там я пока не буду сейвы удалять однозначно посмотрим что будет но вот вот такая вот друзья получилась не очень приятная ситуация и на мой взгляд это чувствовалось что они где-то не дорабатывают возможно есть вина и big fish а потому что я знаю по своим старым общением с разработчиками что очень часто big fish их подгоняет так как он издатель у него есть определенные тоже там договоренности с разработчиками и частенько они подгоняют студии чтобы они завершали свою работу независимо от качества то есть там главное количество но это все опять же со слов то есть я документально таких вот вещей не видел поэтому обвинять кого-то естественно не могу но с другой стороны если бы я купил полноценную эту игру на сайте big fish я бы обязательно это написал бы и потребовал бы даже назад свои деньги потому что я не могу пройти игру из-за глюка то есть если вы помните допустим в том же фантазмати где-то некорректно работали достижения но достижения достижениями это не мешает перепройти ну точнее пройти игру то есть то что мы покупаем достижения такой знаете дополнительный бонус и в теории как бы он не он не столь обязательный для общего круга игроков возможно большую часть игроков вообще этими ачивками не заморачивается а вот конкретно пройти сюжетку по моему это очень обязательно и она должна корректно работать так что вот такая вот в общем друзья ситуация печальный финал но честно я в глубине души очень рад что я завершил пятую часть но это не умаляет заслуги gangsta тым за то что они все-таки добили перевели эту игру в хорошем переводе на мой взгляд потому что как правильно отписал представитель gangsta тым по моему в первой части прохождения что действительно юмористический перевод это больше для фанатов серии тот кто уже знаком вот самой игрой то есть чтобы как-то вот немножко по-другому на нее взглянуть но конкретно для первого прохождения надо вот именно понять то что задумали разработчики то есть понять их мысль и то что конкретно они нам хотели показать не как-то уже искажая факты и какие-то вот впечатления от самой игры как это получается выходит в юморном переводе все-таки это немножко другая история все друзья большое вам спасибо за просмотр играйте только в хорошие подчеркиваю хорошие игры всем пока пока и до новых встреч в следующем году и о и и Субтитры создавал DimaTorzok